Добрый день, друзья! Канал Сэйклаб и я, Сергей Гостюков, приветствуют вас опять. Сегодня мы в гостях в ресторане «Нажево» в центре Киева на метро Театральная улица Пушкинская. Наш шеф и проводник Алексей Повторейко. Привет, Сережа! Привет, Леша! Рад вас видеть у нас снова в гостях. Спасибо огромное! Уж как мы и рады! Как вы видите, за окном апрель, как вы знаете, за окном апрель, отличная погода, близится лето и отличная идея разнообразить меню более легкими блюдами. И сегодня мы будем готовить с помощью Алексея салат из стейка. Алексей, тебе слово. Итак, это классический базовый салат, основой которого является стейк стриплойн американского производителя, естественно, кукурузного откорма. База также является микс-салат, который состоит из пяти разновидностей салатной группы, салатного листа. Авокадо, огурец, помидоры черри, классический базовый соус винигер и кунжут. Начнем? Все просто. Для начала нужно будет нагреть стейк. Он должен дойти до температуры где-то в районе 20 градусов тепла внутри. И после этого мы можем его жарить на жарочной поверхности или на сковородке с толстым дном или чугунной сковородки. Где-то в районе пяти минут до медиума. Пяти минут с каждой стороны? Нет. Вообще? Да. Там может быть шесть максимум. Посмотрим, он такой толщины, в принципе. Толщина где-то сантиметра 2-2,5-3. 2,5, да, до трех. Вот это стандарт. Итак, мясо стейк у нас нагрелся до 18-20 градусов комнатной температуры. Теперь поливаем его обязательно рафинированным маслом. Только рафинированным. Никакого экстра-вержин, потому что оно даст свой вкус. А у нас должен быть стейк классического. Экстра-вержин еще подгорать чуть-чуть будет. И может подгорать, да. И оно потом уже теряет все свои свойства. Экстра-вержин. А нам нужно для стейка именно рафинированное, без запаха, без вкуса. Все. Отправляем на жарочную поверхность, которая где-то сверху, не сверху, а температура при касании где-то 270-300 градусов. Это для того, чтобы запечатать стейк. То есть на максимальной температуре? Ну, максимально может быть 500, а тогда сгорит. А нам нужно 200 градусов не пойдет, потому что стейк будет вариться у нас просто-напросто. А нам нужно запечатать, то есть сделать корочку с двух сторон, для того, чтобы сок не вытекал из нашего стейка. В дабачных условиях на сковороде мы же это повторить можем. Я дома жарю только на сковороде чугунной. Пока у нас жарится стейк, мы готовим салат параллельно. Итак, для начала берем наш авокадо. Для салата нам достаточно будет половинки. Стейковый салат хорош еще тем, что из одного стейка можно сделать еды на большую компанию. И замешиваем наш микс-салат. Таким вот образом нежно-нежно размешали. Добавили слайсы тонко нарезанного огурца. Без сомнения, когда смотришь на эту процедуру, понимаешь, что процесс носит чисто творческий характер. Абсолютно творческий. А заправку не на стейк. Соус винегрет, да. Это только-только идет у нас на наш микс-салат. Что входит в этот соус? Здесь классика базовая. Оливковое масло, немножко чесночка, немножко горчицы, соус винный. Винный, он же винигер, соль, перец, сахар. Немножко соуса терияки, это секрет. И соус форчестер. Отлично. Пропорция, расскажешь потом. Пропорция потом в комментариях, мы не в комментариях, а под видео напишем. Так, стейк немножко после того, как мы его сняли. Он должен немножко отдохнуть, буквально несколько минут. Можно даже минуты хватит. И с другой стороны тоже мы его солим и перчим. Наш стейк, это украшение и, так сказать, якорь нашего салата. Центральная часть блюда. Да, он должен быть на виду, соответственно. Немножко украсим маслом петрушки, так как у нас весна. Все должно быть... Осень не было бы желтая? Да. Красная, желтая, бордовая. Немножко сверху кунжутом жареным. Это придаст такую пикантность и вкус. И обязательно стоять еще сверху мальдонской солью. Обязательно. Но мальдонскую можно заменить просто крупной морской? Нельзя, потому что можно будет поломать зубы. Это очень важно, да. Мальдонская, это хлопья такие идут. Они именно для стейка. Предназначены конкретно это соль. Можно немножко даже кунжутика добавить. Все, наш салат готов. Простой, быстрый. Ну, ребята. Калорийный. Ребята, если вам надо стейковый салат, милости прошу, в наживо. Кстати, пользуясь случаем, хочу сделать небольшую рекламу замечательному ресторану нашего. Сейчас действует в ресторане акция, где за 146 гривен вы можете купить бургер, картошку фри и бокал пива. Супер предложение. С соусом бургер большущий. Огромный бургер. Также милости прошу. А сегодня стейковый салат. Супер. Итак, друзья, трогательный момент. Самый кульминационный момент сегодняшнего блюда. Приготовление сегодняшнего блюда. Дегустацию. Леша, давай. Начнем. Автора. Итак, немножко. Ох ты, резко. Ну ты пышный, мягенький и должен быть очень вкусным и полезным. Ну, поехали. Очень полезно. Поехали. Все вместе. С соусом, с микс-салатом и со стейком. Все здесь есть. Не мясо, не овощи, не витамин. Все вна жива. Сейчас же. Немедленно. Итак, друзья, значит, сегодня сделали прекрасный стейковый салат. Весенне-летнее блюдо для большой компании в хорошем коллективе. Очень вкусно и очень быстро. Но так как по меньшей мере это делал Алексей, это вообще реактивно. Мы потратили на все минуту, наверное, 10-15, не больше. В который раз хочу напомнить, что работаем мы под эгидой USMF от Ростовой Федерации Производителей и экспортеров мяса. Спасибо им огромное. Ну и как обычно, до новых встреч. Пока. До встречи. До свидания.